Шалом, дорогие друзья! Всем добрый вечер! С вами в это прекрасное вечернее время Давид Плискин из святого города Иерусалима. Иерусалима с этим прямым эфиром. И я надеюсь, с Божьей помощью этот эфир будет максимально полезным для вас. На дворе недельная глава БО. В этой недельной главе рассказывается о казнях, египетских казнях. И в этой недельной главе последняя казнь, о которой говорится, это казнь первенцев. Как мы все знаем, последняя казнь, которую получил египетский народ. И говорится о том, что Всевышний сам делал эту казнь. Возникает вопрос у комментаторов. И как он это делал. И, по-моему, Клиакар говорит очень интересную вещь. Говорит нам комментатор, великий комментатор Торы, насколько я помню, Клиакар. Он говорит, что Всевышний сам, когда проходил мимо первенцев, египетских первенцев, и каким образом он их умертвлял. Говорит нам комментатор, что Всевышний сам вытаскивал частички святости из первенцев, и таким образом они умирали. Что это учит нас? Это учит нас тому, что в каждом явлении, в каждой вещи есть частичка святости, которая держит это явление. В любой вещи, в любом явлении, в любой проблеме, что это важно для нас, есть частичка святости, которая держит эту проблему, это явление. Поэтому, когда мы берем, например, проблему, которую нам нужно убрать, которую мы хотим убрать из своей жизни, мы должны найти там частичку святости и вытащить ее. И тогда вся проблема превращается в прах и пепел. И, в принципе, это то, чему нас учит Тора, это найти в каждом явлении частичку святости или взять ее, или перенаправить ее, или улучшить ее. И это то, что мы должны делать сами собой. Мы находим в себе частички святости, которые направлены неправильно. Что такое частички святости в нас, как я это понимаю? Это наши желания, это наши силы, которые мы направили по пути, которые не угодят Творцу, и нам нужно взять эти частички и направить на нужное русло, и тогда все будет хорошо с Божьей помощью. Сегодня у нас очень интересная и важная тема. Мы продолжаем нашу серию лекций. И перед этим хотел вам сказать, что Раф Шлому Вольбе пишет в своей книге Алишур в статье под названием «Дни любви, ненависти и отчаяния», что в каждом из нас есть различные личности, как бы, то есть, например, я, когда мне было 6 лет, я, когда мне было 15 лет и так далее, которые могут хотеть разных вещей, совершенно разных вещей, и поэтому нам нужно уметь правильно обращаться и говорить с каждой из этих личностей, для того, чтобы направить их на нашу главную задачу. И это то, о чем сегодня я хотел поговорить с вам коротко, но, в общем-то, это тот инструмент, который дает нам, Божьей помощью, сверх достижения. Как видно, как слышно. Напишите, пожалуйста, по 10-балльной системе, как видно, как слышно. Так, я жду, есть некоторое время, пока будет ответ, и после этого мы начнем нашу главную тему. Ну, пока что я вам скажу, пока жду оценок, пока не вижу их, что каждый человек, который достиг в чем-то, какого-то выдающегося успеха, в любом выдающемся достижении любого человека, он, этот человек, использовал тот кубик, рубик, условно говоря, который я сейчас хочу вам передать. Ирина Никулина, спасибо за обратную связь. И, как правило, тот человек, который достиг чего-то сверхординарного в своей жизни или в части своей жизни, это человек, он использовал один или несколько кубиков из того кубика-рубика условного, который я хочу вам дать. То есть, есть определенные схемы, есть определенные вещи, которые мы можем использовать для того, чтобы увеличить наш шанс на успех. Понятно, что, в конце концов, наш успех зависит только от вас, но мы можем сделать и что-то, мы можем сделать усилия. И сегодня я хочу научить вас, какие усилия мы можем сделать для того, чтобы все наши силы направить на достижение целей. И когда все наши силы направлены, Всевышний нам тоже помогает, как правило. Итак, первое, на самом деле, первое я уже говорил в прошлом уроке. Я говорил вам о том, какие вещи, самое главное, нам нужно сделать. Это написать позитивную цель. Это связать цель с болью и с удовольствием. Это написать, насколько я хочу эту цель по 100-бальной системе. Если это меньше, то написать, почему и что мне нужно, чтобы это было на 100 или больше баллов. Может, кто-то хочет на миллион свою цель. И следующая вещь, которую нам нужно знать для того, чтобы перейти к высоким достижениям, это поиск лайфхаков, то есть способов поведения, сокращающих мой путь к цели. Нужно найти лайфхаки, нужно найти те вещи, которые другим людям помогли выйти из серого ряда и стать на пьедестал. И эти вещи мы вначале учим и смотрим и ищем из поведения других людей. Это один из квадратиков. Мы смотрим в наши задачи. Например, я хочу увеличить свой бетахон. Значит, бетахон башем – это упование на творца. Я хочу его увеличить. Я смотрю тех людей, которые в прошлом и в настоящем в этом преуспели. Например, у меня есть один знакомый раввин, который на самом деле великолепно преодолевает все трудности, которые возникают у него на его жизненном пути. И я к нему могу подойти и спросить, слушай, а как тебе удается посмотреть на него, как он живет, что он делает, что он читает, что он изучает. Это раз. И второе – это поиск успешного поведения из моего прошлого. Это уже второй кубик, который я тоже могу использовать и который мне нужно использовать для того, чтобы найти мой путь к достижениям. То есть я смотрю из своего прошлого. Например, я сам могу вспомнить, что когда мне было примерно 25 лет, я ехал из Питера в Одессу и обратно один. И я не боялся там быть в кипе, одевать утром, потому что долгая поездка, утром нужно помолиться. Я одевал тфилин и молился с Сидором, прямо сидя там на месте в обычном, по-моему, это даже было сидячее место, сидячий вагон или плацкартный вагон. В общем, я спокойно молился и чувствовал, что Всевышний со мной, никто мне ничего не сделает. До этого я очень боялся антисемитизма. Когда мне было 15, я боялся антисемитизма. Я жил в Петербурге до 28 лет. И вспомнив это поведение, я могу подумать, как я сейчас могу использовать вот этот мой прошлый опыт. И следующий кубик, к которому мы подходим, это как следствие из первых двух, это я выбираю мой лайфхак, который я сейчас использую. То есть из того, что я видел у других людей, из того, что я видел у себя самого, я выбираю лайфхак, который я использую в достижении своей цели. То есть я для Бетахона, например, сейчас, что я использую, вот этот Равин, например, он изучает. Ху-вот-а-ли-ва-вот, я буду тоже изучать Ху-вот-а-ли-ва-вот, такая великолепная книжка. Обязанности, сердец переводится. Бетахон написал. И вам тоже очень советую эту книжку. Есть, кстати, урок Кирова Шара Кушнира по этой книжке. Советую посмотреть. Итак, уроки находятся в Ютубе. Следующий квадратик, следующий кубик, который мы можем досунуть, поместить или взять из нашего кубика Рубика, который идет к нашим достижениям, высоким достижениям, это привлечение социальных ресурсов, который тоже состоит из нескольких кубиков. Что такое социальный ресурс? Есть люди, которые находятся вокруг нас, и эти люди могут нам очень помочь или помешать. И как нам сделать, чтобы эти люди помогли нам? Первое, что мы можем сделать для этого, какой кубик взять, это умеренное положительное давление. Именно умеренное положительное давление может нам очень помочь. Это означает, что я беру какого-то человека, которого я уважаю, его стесняюсь, и говорю, смотри, я решил, что я каждый день делаю то-то, то-то. Например, это может быть моя жена, в случае с бетахоном, я работаю с бетахоном, на дубованием на кварца, я подхожу к жене, говорю, дорогая жена, я решил каждый день изучать минимум страничку из книжки по бетахонам. Каждый день. И, пожалуйста, спроси меня вечером, изучал ты или нет. И если она меня спрашивает вечером, ну, изучал, и я говорю, нет, знаешь, не успел, то мне будет это неприятно, я хочу перед женой выглядеть хорошо. И поэтому это называется умеренное положительное давление, которое я могу использовать. Я могу взять также группу людей. Группу людей, например, я подхожу к ребятам, к мужчинам, которые учатся в моем колеле, и говорю, дорогие друзья, могу вместе всем сказать, но каждому отдельно, дорогие друзья, я решил каждый день изучать страницу из книги по бетахонам. И я вам даже это буду рассказывать, кто захочет, подходите ко мне, я вам расскажу, что я изучил. Обычно все интересуются этой темой. И таким образом, если это не сделаем, мне будет неудобно. Поэтому это тоже фактор, который очень способствует продвижению моей цели, продвижению меня к моей цели. Значит, давление, оно может быть двух видов. Оно может быть давление на поведение и давление по отношению к моей достижении цели. То есть я могу сказать, если я изучаю какую-то книжку, тогда, значит, все хорошо. Если нет, то, значит, я нехороший человек. И я могу также сказать, если я не достигну какой-то цели, например, если я не прочитаю определенную книгу, там, Ховотливого, например, к первому июня, то тогда вы можете меня ругать. Да, но лучше всего концентрироваться на действиях, потому что действие – это то, что приводит к цели. Это более продуктивно. Ну, вообще, мы знаем, что вообще наше окружение, наше окружение, оно вообще самый важный ресурс, который у нас есть в достижении нашей цели, как правило. Так говорят психологи, так говорят исследователи. И это приводит нас к следующему принципу, к следующему кубику, который мы берем из кубика Рубика, который мы вкладываем. Это принцип взаимности. То есть я думаю о том, кто может мне помочь, кто может мне помочь в достижении моей цели. Будь то изучение английского языка, будь то изучение Торы, будь то работа над бетаходом, будь то работа над молитвой, над здоровьем, над диетой и так далее. Я спрашиваю себя, кто может мне помочь в достижении этой цели. Ну, например, в моем случае в работе с бетахоном я могу позвонить вот этому раввину, которая является для меня символом бетахона, и сказать, давай, мы с тобой будем делать хевруту каждый день, 10 минут, полчаса, сколько ты можешь на тему бетахона. Но это мне, я знаю, очень поможет. И даже я готов ему как-то за это благодарить, платить деньги или что-то ему тоже преподавать. То есть нужно, чтобы это было взаимно выгодно. Естественно, чтобы это была долгая, прочная, хорошая связь. И следующая вещь, следующий кубик, который я беру из кубика Рубика нашего, это привлечение организующей силы. Какая организующая сила у нас есть? Это два кубика. Первый кубик – это система поощрений. Это поощрение, если я сделал то, что я хочу. Это поощрение может быть на уровне дня, на уровне недели, на уровне месяца. То есть сделал сегодня, это, на мой взгляд, самое лучшее. Сделал сегодня, изучил страницу, съел шоколад. Ну, часть шоколада, да, не всю, маленький кусочек шоколадки. Или неделю изучал книгу, и я в конце недели еду в лес звеной любоваться на рассвет солнца, или на закат солнца, и так далее. И система поощрений может быть материальная, духовная, денежная, ценностная, душевная и ментальная, и так далее. Вы можете, наверное, найти еще какие-то системы, какие-то варианты поощрений. Ну, материальное – это понятно, это что-то съесть вкусное, да, принять какой-то душ с какими-то маслами, то, что вы, может быть, себе не позволяли, ванну я имею в виду. Духовное – это изучение Торы, может быть, изучение определенного кусочка Торы, которые вы обычно себе не позволяли изучать, или то, что вы пойдете на какой-то урок. Денежная – это положить денег в копилку на покупку, в конце концов, какой-то вещи, которые вы очень хотите, например, катер, машины, книги, которые вы давно искали, фильма какого-то. Ценностная – это себя похвалить, это нужно вообще делать всегда, после хорошей вещи, и даже когда вы идете делать хорошую вещь, нужно себя хвалить. И во время того, как вы делаете вещи хорошие, тоже нужно себя хвалить. И следующая вещь душевная, да, которую я сказал, это музыка, может быть, это может быть что-то рисование, что-то сделать такое творческое, да, для души. И ментально это можно поиграть в шахматы, да, я это понимаю. И следующий кубик из двух кубиков, которые мы можем взять из этого кубика Рубика, нашего пути к сверхдостижениям – это из привлечения организационной силы, это интеллигенция. Есть у нас такой интеллект интересный, называется пространственный интеллект, и мы можем использовать пространственную интеллигенцию. То есть, вы можем внести в свою жизнь места, вещи, знаки, да, которые нам могут помочь в достижении нашей цели. Зачем? Чтобы создать материальное, поддерживающее окружение, которое поможет нам в достижении нашей цели. То есть, это может быть, например, напечатать нашу цель красиво, причем очень хорошо, кстати, эту цель не просто написать, я хочу достичь битахон, а написать, я хочу быть супер профессионалом в битахоне. А Эйнштейном в битахоне я хочу производить чувство уверенности в Творце, уповании на Творца постоянно в максимальной степени и так далее. То, что вам говорит, и то, что вам покажет, насколько эта цель великолепна, красива и желанна для вас. Да, и написать это, повесить себе во всех местах, где вы смотрите, на зеркало, в своей комнате, в машине, в рабочем офисе. И это будет вам напоминать. Представьте, если у вас, это известно достаточно рецепт, но представьте, напомните, что, насколько влияет, когда вы видите вот это напечатано, эту вашу мысль, эту вашу цель, вы видите, как влияет это на ваш поток мыслей, что прибавляется, или если вы не смотрите, убавляется миллион мыслей в неделю, касающиеся приближения к нашей цели, насколько это важно. Понимаете? Вот. И поэтому это важно, конечно, делать такие напоминания себе, напечатать цель. Можно поставить напоминания на телефон каждый час, которые нам напоминают о вашей цели. Это тоже приближение наших мыслей к цели. И можно напечатать и ламинировать те выгоды, которые вы получите от достижения вашей цели. И положить себе в карман, положить себе в кошелек, положить себе в женскую сумочку для женщин. Да? Это вещь, которая может тоже очень помочь. Можно поставить какие-то символические предметы к себе в комнату, к себе в машину. Просто напоминания, да? То есть ничего не связанное с какими-то культами, какими-то другими религиями. Просто вещи, которые вам напомнят. Там как-то улыбающуюся мордочку. Если вы собираетесь изучать Тору, то можно повесить какую-то картинку Тора или картинку Равина, которого вы любите и хотите быть похожим. На него хотите также, как он, изучать Тору. И так далее. То есть можно добавлять, убавлять те вещи, которые вам помогут в достижении вашей цели. Дорогие друзья, спасибо всем, кто был со мной. Ставьте лайки, пишите, насколько вам было полезно эта беседа, этот урок. Делитесь с друзьями и можете задавать вопросы мне в личку. Я буду рад. Всем вам хорошего целеполагания и достижения целей. С Божьей помощью, чтобы вы достигали ваших целей с радостью, с хорошими чувствами, будучи максимально полностью здоровыми, счастливыми, веселыми. И будьте счастливы. Субтитры создавал DimaTorzok